Всем привет друзья! Сегодняшний выпуск посвящен популярной модели от Загорского оптико-механического завода биноклю БПЦ 20х60. Удалось раздобыть полную его комплектацию оригинальную 1989 года и давайте более подробно рассмотрим его из чего она состоит и поделюсь с вами общими впечатлениями о приборе. Бинокль БПЦ 20х60, красочная коробка двухцветная, эскиз самого прибора, здесь уже кратность его указана, то есть информативно достаточная коробка и общие характеристики остальные прибора и название завода-изготовителя также можно найти на коробке. Откроем коробку и что дальше у нас идет и дальше у тут футляр, футляр качественный, кожаный, портфельная застежка портфельного типа, коробку берем в сторону, давайте, так, вот такой вот жесткий футляр с наплечным ремнем, отстегиваем его и достаем сам прибор, сам прибор тоже достаточно подвесистый, вес 1450 грамм, имеются крышки передние и задние, на задних крышках окуляра стоит не дождевик, а тоже крышки отдельные, еще также на коробке имеется этикетка, на этикетке значок завода-изготовителя, модель бинокля БПЦ 20х60, штамп контролера ТК, дата выпуска и цена, цена в 89 году составляла 120 рублей, о чем говорится на этикетке на заводской, 120 рублей, хочется сразу сказать, что 120 рублей это относительно невысокая стоимость для 1989 года, для сравнения модель БПЦ Беркут 7 от Салаватского оптикомеханического завода, которая также была разработана на Зомбзе, стоила в то время 90 рублей, а модель БПЦ 7 на 50 от Загорского оптикомеханического завода, светосильная, стоила 100 рублей, то есть фактически 20 на 60 всего на 20 рублей стоила дороже той же модели, чем 7 на 50, за такую кратность высокую и шикарную комплектацию, считаю, что это недостаточно невысокая цена, но в то же время это практически на тот момент, в 89 году средняя зарплата по стране, то есть, чтобы приобрести такой прибор, нужно было отработать целый месяц рядовым сотрудникам, и, соответственно, ни пить, ни есть, и тогда появлялась возможность приобрести вот такой вот прибор. Футляр относительно, опять же повторюсь, цена не высока, но достаточно высокая по советским меркам и по тому уровню зарплат, которые существовали на тот момент. Давайте рассмотрим футляр. Футляр жесткий, кожаный, на застежке портфельного типа, также на футляре есть дата изготовления, июль 89 года указан, также внутри имеются два кармашка, в которых помещаются светофильтры, желтые, оригинальные, светофильтры, вот здесь они оба спрятались, светофильтры еще в заводской упаковке также, не отпечатывались, то есть тоже полезная вещь, кронштейн, кронштейн крепления, соответственно, бинокля к штативу, а он также входил в штатную комплектацию. Далее, еще здесь был ремешок шейный, нейлоновый, достаточно простой, но надежный, ну и, собственно, инструкция, 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 вот в таком вот, опять же, шла конвертики, видите, достаточно оригинально все это смотрится, что мы видим в инструкции, это, опять же, название модели БПЦ-20 на 60, Загорский орден Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени, оптико-механический завод, производство и объединение ЗОМС, руководство по эксплуатации. Давайте несколько основных характеристик, зачитаем так, технические данные, увеличение 20 крат, угол поля зрения прибора составляет 3 градуса 34 минуты, линейное поле зрения на удалении 1000 метров 62, диаметр выходного зрачка составляет 3 миллиметра, удаление, ну, длиннофокусный бинокль 11 миллиметров, предел разрешения в центре поля не более 3 секунд, так, габаритные размеры не более 265 миллиметров в длину, 218 ширину и 77 глубину, масса не более 1 килограмма 450 грамм, ну, это масса нет, то, с самого прибора, без крышек и прочего. Комплектность, комплектность, давайте также посмотрим, бинокль сам 20 на 60, футляр, футляр, вот он имеется, далее шейный ремень, шейный ремень имеется, светофильтр оранжевый, две штуки имеются, крышка защитная на окуляры, две штуки имеются, крышка защитная на объективы, две штуки имеются, держатель штатива имеется, вот он, и руководство по эксплуатации, вот он у меня в руках, также имеется, ну, и далее описывается порядок работы, рекомендации по использованию штатива, рекомендуется штатив универсальный, фшу-5, с резьбой 3,8 дюйма, и далее, в конце инструкции имеется графа 6, свидетельство о приемке, тут номер серийный на 89 начинается, то есть серийный номер прибора совпадает с инструкцией, дата выпуска сентябрь 89, то есть в сентябре 89 выпущен прибор, а футляр в июле, и штамп ОТК, номер ОТК 150, если кто-то, возможно, заработал на Загорском оптико-механическом заводе в штате ОТК, то, возможно, вспомнить свой номер, 150 у какого-то контролера было, и, соответственно, он осуществлял аттестацию прибора после изготовления, адрес для предъявления претензий к качеству, город Загорск, Московская область, производство объединения ЗОМС, ну, это город Загорск, ныне Сергиев Посад, завод существует и по сей день, соответственно, но вот такие вот приборы, он 20 на 60, уже не производит, в основном военных, для военных нужд оптику производит, и бинокли меньшей кратности, 20 на 60, он уже эту модель не делает, к сожалению, производство прекратилось в конце 90-х, начале нулевых, там также общие указания имеются в инструкции и так далее, то есть вот такая удобная инструкция, книжка. Так, давайте теперь рассмотрим сам прибор, сам прибор, конечно, производит впечатление даже человека далекого от биноклей, то есть привлекает к себе внимание, очень много внимания со стороны окружающих, привлекает, поскольку имеет очень внушительные размеры и в первую очередь поражает своими размерами. Это длиннофокусные объективы у него стоят, призменные блоки массивные, ну и опять же вот эти нарядные хромированные кольца на объективах, на окулярах, барабанщик фокусировки тоже сектор имеет, хромированный, все это, конечно, придает прибору нарядный внешний вид и привлекает внимание. Прибор с момента покупки пролежал 33 года практически без эксплуатации, то есть имеет оригинальную полную комплектацию, отличный внешний вид и замечательные оптические характеристики. Призменные блоки здесь использованы стандартные, зомзовские, традиционные, а вот объективы уже оригинальные, с увеличенным фокусным расстоянием под кратность 20. И, соответственно, увеличенный диаметр объектива. Стандартно там, в основном, у них 50 мм на моделях, 7х50, 16х50, здесь же увеличенный диаметр 60 мм. Благодаря этому удалось сохранить достаточно высокую светосилу прибора. Хроматические аберрации фактически незаметны только на самых контрастных объектах. Яркую солнечную погоду, а при наблюдении в пасмурную погоду, как таковых, их вообще незаметно. Дисторсия минимальна, поскольку все-таки прибор длиннофокусный. Правильная геометрия по всему полю зрения. Поле зрения для бинокля, опять же, такой же кратности, достаточно широкое, комфортное для ведения наблюдения, широкий охват. В целом же, оценивая качество изображения этого прибора, можно сказать, и можно поставить ему твердую пятерку. Картинка резкая, яркая, с высоким разрешением детализации, контрастная, цветопередача у него нейтральная. То есть, если нужна вам высокая кратность, ведете наблюдение на дальние расстояния, объект далеко расположен, на значительном удалении от вас, то рекомендую использовать именно этот прибор. Он превосходит не только все отечественные аналоги со схожей кратностью увеличения, но и многие импортные иностранного производства приборы с такой же кратностью он превосходит по качеству изображения. То есть, инженерам ЗОМС, вне всяких сомнений, эта модель удалась. И имеет прекрасный внешний вид и отличные оптические свойства. И неспроста этот прибор пользуется большой славой среди любителей оптики. И достаточно высокая цена на него, даже на вторичном рынке. Но этих денег он, без всяких сомнений, стоит. То есть, фактически, в советское время он стоил как одна зарплата. Ну, сейчас от силы, даже в идеальном состоянии, в полной комплектации, он стоит, ну, от силы, как ползарплаты. Если переводить на современные деньги. И поэтому достаточно доступным остается и любимым среди пользователей биноклей, среди коллекционеров. И, вне всяких сомнений, он этой славы и этой цены заслуживает. Поскольку характеристики у него уникальные. Отличное разрешение, отличная резкость и высочайшая кратность увеличения. Огромный диаметр объективов. Просветление объективов здесь сиренево, светло-сиреневый цвет имеет. Просветление окуляров фиолетовый цвет имеет. Традиционный для ЗОМСовских приборов. Просветлены здесь также призмы. Призмы просветлены. Призмы, призменный блоков крепятся химическим способом, клеем. И, естественно, механически пластинами фиксирующими. Кроме того, в торцевых блоках имеются специальные винты, которые позволяют производить юстировку. То есть, подкручивая винт, мы немного смещаем призму паров, призменном броке. И, соответственно, производим юстировку в том случае, если призма у нас сдвинется от сильных внешних воздействий и нарушится юстировка, прибор начнет двоить. То в этом случае разбирать даже его не нужно будет. А достаточно будет всего лишь откорректировать центровку призмы винтиком, подкрутив его, либо наоборот ослабив. И тем самым мы получим резкое, опять же, вернем резкое, четкое изображение без всякой разборки. Из недостатков я бы отметил у этого прибора удаление выходного зрачка небольшое, 11 мм. В очках уже вести наблюдение достаточно сложно. Ну и вес. Вес достаточно большой, почти полтора килограмма. И с рук наблюдать длительное время достаточно тяжело. Но в этом случае на помощь приходит кронштейн штатива. Ставим прибор на кронштейн. Размещаем его на штативе. И ведем наблюдение хоть любое длительное время. Руки уже не встают. И, естественно, тряски никакой не будет присутствовать. Картинка будет четкой и резкой. Вот такой вот интересный прибор от Загорского оптико-механического завода. Модель BPCN 20х60. Бинокль Великан. Бинокль Красавец. И обязательно, если вы собираете советскую оптику, либо требуется вам качественная картинка на высоких масштабах увеличения, то смело рекомендую этот прибор к использованию. А отличный, отличный, замечательный бинокль. Уверен на 100%, что он вас никогда не разочарует и не подведет. Вот такой вот замечательный прибор от Загорского оптико-механического завода. Когда-то там выпускали. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Хорошая Оптика. Впереди вас ждет много интересного.